Как, собственно, избежать выгорания сотрудников, которые дома, которые бегут к холодильнику, которые бегут к чайнику, у которых там домашние животные, как вот их собрать в кучу, чтобы они действительно эффективно работали дома? Я, правда, не очень верю в то, что клиент может сесть на шею. Есть террористы-потребители, есть такой термин, но, к счастью, это один на 10 тысяч. Но почему они сядут на шею, если ты говоришь, на шею садиться не надо, мне это не нравится? Ну, типа, ну, алло, ну, короче, ну, сколько можно тупить, господи? Ой, улитки. Улитки, во-во-во-во, да-да. Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Добрый день, друзья. Меня зовут Михаил Москотин, я профессиональный бизнес-тренер. И у нас хорошая новость. Второй сезон проекта «Битрикс24 спрашивает» стартанул. В этом проекте мы общаемся с реальными людьми и обсуждаем вопросы продаж, клиентского сервиса, управления людьми, мотивации, увеличения продаж и многого-многого другого, что так полезно и необходимо современному бизнесу. Итак, у нас в гостях Георгий Героев. Это первый наш гость. Георгий, здравствуйте. Приветствую, Михаил. Привет, друзья. Меня зовут Георгий Героев, я соучредитель диджитал-агентства OffGroup, куда входят маркетинговое агентство Маткофер и веб-интегратор Дудоров. Сочетая компетенции в области бизнес-аналитики, маркетинга, продаж и IT-экспертизу, мы выстраиваем экосистемы для бизнеса. Экосистемы, в основе которых лежат два продукта компании 1С Битрикс. Это Битрикс управления сайтами и Битрикс24. Я приехал сюда для того, чтобы задать вопросы Михаилу Москотину, касающиеся отношений с клиентом, работы с клиентами и тех проблем, которые мы ежедневно встречаем, общаясь с нашими клиентами. Чем я, как специалист, могу вам быть полезным? Задавайте свои вопросы. Поехали. Михаил, на самом деле накопилось достаточно большое количество вопросов, и я очень сильно надеюсь, что сегодня мне удастся получить классные ответы на эти вопросы. Как на это надеюсь, многие. Смотрите, первый вопрос, он у нас про клиентов, и он связан с тем, как можно, скажем так, на старте, на входе сегментировать клиентов, для того, чтобы понимать, стоит с этим клиентом работать дальше или нет. Потому что на пресейле, на предпроекте, получается, уходит очень много времени на то, чтобы провести встречи, на то, чтобы провести скайп, телефонные звонки. И вот как отсеять тех, кто лишний, тех, на кого не надо тратить свое время? Понял. Значит, коллеги, коротко поясню. Есть два подхода к работе. Есть люди, которые упрощают, есть люди, которые усложняют. Георгий, я из тех, кто упрощает. Я видел разные варианты сегментирования, но я за то, чтобы максимально упростить классификацию клиентов. Какие вопросы мне лично, как предпринимателю, важны, чтобы понимать, кто мой клиент? Первое, это какие сроки. То есть, когда. Когда вы готовы реализовать проект? Вчера, сегодня, завтра или пока не знаю когда. Знаете, из разряда, есть такая философская категория, неплохо было бы. Есть такое дело. Да, и много таких людей. То есть, вроде бы, неплохо было бы. Это как я, например, хочу мотоцикл, но я его хочу уже 8 лет. У меня тоже есть такие хотелки. Да, это моя хотелка, не значит, что я когда-то вообще его куплю. Но, тем не менее, если я приду, не знаю, там в автосалон Харли Дэвидсон, в мотосалон, не стоит от меня отказываться, потому что я хочу иметь мотоцикл, но я пока такой чуть тепленький клиент. Это первое, что для меня, например, важно. Второе, для меня важны деньги. То есть, деньги есть, денег нет, деньги будут. Вот три простых категории. Или денег мало. Но очень хочется. Но очень хочется. Или деньги не проблема. То есть, на любое событие мы с вами можем посмотреть по-разному. Теперь вопрос, к чему моя точка зрения приводит? К потере клиента или к приобретению клиента? К потере денег или к заработку денег? Просто есть точки зрения неэффективные. И я, как предприниматель, рекомендую другим предпринимателям выбирать эффективные точки зрения. Вот и все. На любого клиента можно посмотреть по-разному. Спасибо. Пожалуйста. Здорово. Да? Друзья, у меня для вас есть отличная новость. Вы можете писать комментарии внизу под этим видео. И за лучший вопрос у нас будет приз от Bittrex24. И я обещаю, я на этот вопрос отвечу лично. Михаил, еще один вопрос по поводу взаимоотношений с клиентами. Ага. По поводу клиентаориентированности. Ну, конечно, слово немножко уже в нашей стране скомпрометировано, но все же. У нас есть такое правило о том, что мы стараемся делать для клиента больше, чем мы ему пообещали. Окей. И вот этот наш подход иногда оборачивается боком, когда клиент начинает садиться тебе на шею и как бы воспринимает как должное то, что ты делаешь там сверх договора, сверх технического задания, сверх того, о чем вы договорились. Вот как в такой ситуации поступать? Георгий, это больше вопрос даже не ко мне, а к вам. А какая у вас цель? Какая у вас в итоге цель? Цель продолжить отношения с клиентом. Класс. Если цель продолжить отношения с клиентом, какая из вариантов стратегии будет самая эффективная? Хороший вопрос, Михаил. Понимаете, я почему спросил, потому что здесь вопрос экономики проекта, то есть как бы когда мы начинаем вылезать из-за бюджетов, то есть когда мы уже не можем в рамках того оплаченного бюджета, который у нас есть, тратить свои ресурсы на клиента, на консультации, на доработки, на встречи, которые необходимы для того, чтобы клиент был счастлив. А мы стремимся сделать клиента счастливым. Класс. А вот как дальше быть? Ну то есть ты либо себе в убыток дальше работаешь, и клиент у тебя счастлив, либо клиент становится уже не таким счастливым, каким ты хотел бы его видеть. И тут смотрите, у меня есть моя точка зрения, что в нашей стране пока клиент-ориентированность это большой миф. То есть мы только делаем попытки в эту сторону. Вам хамили в ресторанах? Безусловно, мне хамили везде. Да, у меня иногда бывают квесты, я стою с карточкой и пытаюсь что-то купить. То есть я говорю, возьмите у меня деньги, а у меня не берут. Поэтому я правда не очень верю в то, что клиент может сесть на шею. Я правда в это не верю. Здесь, на мой взгляд, проблема в том, что у вас не проговорены какие-то вещи. Я вижу проблему бизнеса в этой стране, что люди не научились разговаривать. Мы все надеемся, что каждый догадается, что ты имел в виду. Что ты имел в виду. Но это не так. Мы не участники битвы экстрасенсов. Теперь я готов быть вам полезным, как специалист. Я всегда рад сделать что-то больше. И у нас есть такой принцип, что дешево для компании и дорого для клиента. И вот это создает некий вау-эффект. Сделать что-то больше. Но при этом, если мы выходим за рамки бюджета, при этом если у нас нет ресурсов на что-то, о чем мы не договаривались, я считаю абсолютно уместным открыто об этом сказать. Но только очень важный момент. Не то, что вы говорите важно, а то, как вы это говорите. Очень часто специалисты говорят с раздражением. Типа, извините, у нас закончились часы, у нас закончилось время на вас. Он радостный, звонит, ему же до этого не проговорили это. И у него, естественно, в этот момент, что его обманули, послали что-то еще. Теперь есть такая вещь, как потребительский терроризм. И это действительно правда. Есть террористы-потребители, есть такой термин. Но, к счастью, это 1 на 10 тысяч. Я думаю, что клиентоориентированность это очень важная вещь в современном мире. В нашей стране, мне кажется, она необходима бизнесу. Забота о клиенте, поддержка клиента, уважительный разговор с клиентом. Знаете, самая ненавистная фраза для клиентов какая? Ваш звонок очень важен для нас, мы вам перезвоним, оставайтесь на линии. И слушаем дебильную музыку. То есть здесь очень важно проговорить заранее с клиентом, ожидания наши, ожидания клиента. И очень важно, когда мы за рамки выходим, бюджеты и чего-то еще, не бояться об этом говорить. Открыто, спокойно, по-партнерски. Вот это мы можем сделать, а вот это мы не можем сделать. Вы любите экономить, Георгий? Я очень люблю. Я обожаю. У меня любимая скидка 90%. Моя 95%. Класс! Вы еще более алчный, чем я, поздравляю. Я покупал мед. Пасека, мед. Я говорю, сколько стоит у вас мед? Он мне назвал цены. Я говорю, а скидка будет? Он говорит, да, конечно. Я достаю 5000 рублей, отдаю ему 5000 рублей. Он берет 5000 рублей и убирает себе в кошелек, а кошелек убирает в карман. Никакие деньги он мне не возвращает. И ставит мне, вот, раз баночка, два баночка, три, там, мед. На 5000 мне баночек поставил. Я говорю, а скидка? Он берет одну маленькую баночку, вторую маленькую баночку и говорит, раз скидка, два скидка. Я улыбаюсь, беру еще с полки одну маленькую баночку и говорю, три скидка. И мы оба улыбаемся, мы пожали друг другу руки и довольны и разошлись. Не стоит бояться, что они сядут на шею. Стоит разговаривать с людьми. Это, знаете, страх управленца. Сотрудники сядут на шею. Но почему они сядут на шею, если ты говоришь, на шею садиться не надо, мне это не нравится. И ты это делаешь с улыбкой, открытой. Они говорят, ну окей, ладно, мы так-то и не собирались. Поэтому я правда этого не боюсь, я про то, чтобы договариваться. Просто проговариваться. Просто проговариваться. Вот и все. Вот это мы можем сделать, это мы не можем. Вот это мы с радостью сделаем. И все бонусы и подарки тоже проговаривать. А вот это мы делаем бонусы? Это от нас подарок? Это допом мы сделаем? Это допом мы сделаем, потому что мы про вас, про клиент, мы о вас заботимся. Чтобы у него было понимание. Потому что он может думать, что это просто все в рамках договора, и все. А вы уже сидите злые, раздраженные, он сел нам на шею. Да никуда он не сел, просто вы не проговорили рамки взаимодействия. Ну вот, собственно, да, наверное, абсолютно правильная история. Я сейчас пробегая назад немножко мыслями, понимаю, что, наверное, где-то мы недоговорили, недопроговорили, не все условия обсудили, и у клиента действительно, наверное, складывается ощущение, что оно так и должно быть. А потом раздраженные сотрудники говорят, да хватит уже, вы нас юзаете уже и так два месяца. Михаил, еще один хороший вопрос. Надеюсь, что хороший вопрос. У нас ведь сегодня только хороший вопрос. Да, и хороший ответ, я надеюсь. И отличные ответы. Смотрите, есть клиенты, которые тянут. Причем они тянут, бывает, и до договора, и после договора. Есть клиенты, которыми мы в большом кабинете с большим руководителем пожали руки, и дальше вроде как надо заключать договор, выставлять счета, и начинается вот эта тягомотина. Сейчас вернется коммерческий директор, сейчас юристы проверят договор, сейчас, я не знаю, луна за солнце зайдет, и вот сейчас оно случится. И вот этот период, он бывает прямо вот очень протяженностью. То есть у нас сейчас есть один клиент, с которым мы начали общаться в мае, мы согласовали договор в январе, по-моему, или в феврале, вот сейчас уже мы второй месяц согласовываем счет на оплату. Самое интересное, что вот такие клиенты долгие, они чаще всего вылезают в договор, вылезают, наверное, неправильное слово. Ну, то есть они заходят в проект. Да, в итоге они заходят в проект. Вопрос, что с ними делать. То есть там сейчас, вот в текущей ситуации, чаще всего мы на какой-то момент отпускаем и немножко забываем о них, и вот когда они готовы, они сами появляются. Правильно ли их там пушить как-то каждый месяц, или вот что с ними делать? Как поступать правильно? Я предлагаю, очень классный вопрос, я предлагаю танцевать от цели. Я задам вопрос, какая цель? Какая у вас в итоге цель с этим клиентом? Начать работать. Начать работать. Для того, чтобы начать работать, какая самая эффективная модель поведения будет в данной ситуации? Поддерживать постоянную коммуникацию. Класс. Вы бывало что-то забывали? Да. Да, и я забывал. Особенно что-то не очень важное, не очень ценное для меня. Потому что в этой ситуации вы больше заинтересованы в сделке. Вы продавец. И это нормально напоминать людям о том, что у нас сроки, у нас подписание, у нас согласование. Потому что бывают разные ситуации. Бывают действительно компании, большая компания, очень бюрократичная, где куча миллион всего согласований, подписей, огромное количество совещаний. Видели ролик Comedy Club «Приклеить или прибить?» Приклеить или прибить, да. А вам нужны деньги, вам нужен контракт, вам нужен клиент, и вы готовы сделать для него хороший проект. Поэтому точно звонить, точно писать. При этом еще очень важно, я это уже говорил, отвечая на прошлый вопрос, какой вы в этот момент? Вы имеете в виду психологический настрой? Конечно, конечно. В этот момент вы в заботе, вы в поддержке. Клиент мог просто забыть. А вот как лучше коммуницировать? Потому что эмоция, она только в живом разговоре может быть. Если мы пишем письма с напоминанием из серии, ну как там у вас дела с документами? То здесь нет никакой эмоции. Это формальная коммуникация. Когда у Райкина было, не могли написать нормально, пива нет, а то ведь написали, пива нет. Вот когда вы пишете какое-то письмо клиенту, попросите коллегу прочитать, потому что иногда... Сентонации. Ну конечно, потому что иногда даже в письме передаются эмоции, передается раздражение, передается, ну типа, ну алло, ну короче, ну сколько можно тупить, господи. Ой, улитки. Улитки, во-во-во-во-во, да, да. Михаил, очень часто приходится от клиентов слышать, что у нас какой-то непонятный рынок с точки зрения ценообразования, потому что, ну я на своем опыте тоже встречал, когда за один и тот же условно проект выставляется ценник 30 тысяч рублей, 150 тысяч рублей и миллион. Класс. И клиент это ставит, конечно, в какое-то странное положение, обескураживает, и он не понимает, что происходит. Вопрос мой в том, как обосновывать свою цену. Стоит ли вдаваться в какие-то подробности и разжевывать, что цена складывается из того, что там часы работы программистов, что это там нештатный функционал, там еще что-нибудь. Или же стоит говорить о том, что, ну, как бы мы продаем патент, рынок принимает наши решения по этой цене, как бы и хотите берите, хотите нет. Класс. Ну, при этом, да, и там мы понимаем, там мы понимаем, вот Lada Vesta стоит столько, BMW 3 серии стоит столько, Porsche Cayenne стоит столько, а Lamborghini там стоит вот столько, или там Rolls-Royce стоит там 27 миллионов, условно. Здесь в чем вопрос у клиента, он не понимает, в чем разница. Потому что в услугах сложнее понять, за что я плачу. И вы спросили, стоит ли объяснять, однозначно стоит, потому что у него есть запрос, ребят, за что я плачу, расскажите мне. То есть, по идее, он контекстуально между строк говорит, Георгий, уговори меня, уговори меня, я себе не могу. То есть, знаете, как мозг устроен, человеку нужно объяснить любое свое решение. Тогда он чувствует себя целостно, со мной все окей, я не придурок, я веду нормальный бизнес, меня не обманули, не развели. Никому не нравится, когда их обманывают. А если касаться услуг, у меня часто бывает на переговорах такая ситуация. Мне говорят, вы знаете, Михаил, но есть же тренинги, вот там, ваш тренинг стоит 600 тысяч, но есть тренинги за 150 тысяч. Вот в чем разница? Я говорю, вы знаете, есть тренинги за 50 тысяч. И там название тренинг, и там тренинг, и там тренинг. И CRM-система может быть тетрадка, CRM-система может быть Excel, и CRM-система может быть Bittrex 24. И тетрадки бывают разные, и у Excel разный функционал, и вы можете вот от сих до сих. То есть людям надо объяснять, за что они платят. Потому что есть же такая вещь, есть цена, а есть ценность. Да. И что говорит клиент? Он говорит, ребят, у меня ощущение, что цена выше, чем я плачу. Объясните мне. А дальше ваша задача эту ценность поднять. И когда у него произошел, то есть ваш продукт, что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы зона удовольствия была выше зоны боли. Боли. Потому что деньги это зона боли. Мне нужно расстаться с 150 тысячами. Обалдеть. Обоснуйте мне, за что мне расстаться. А еще абонентская плата, еще вот это. Расскажи мне. То есть я правильно? С радостью. Конечно. То есть я правильно понимаю, вы хотите понять, за что вы платите. Отлично, давайте я вам расскажу. Михаил, давайте начнем немножко на злобу дня. Сейчас многие отделы продаж, многие сотрудники переходят на удаленную работу. Удаленную или домашнюю работу, дистанционную, по-разному называют. Как, собственно, избежать выгорания сотрудников, которые дома, которые бегут к холодильнику, которые бегут к чайнику, которых там домашние животные. Как их собрать в кучу, чтобы они действительно эффективно работали дома? Георгий, а этот вопрос, он с позиции руководителя или с позиции сотрудника? То есть мне кому дать рекомендации, руководитель или сотрудник? С позиции руководителя. Руководителя. Понял. Если с позиции руководителя, что очень важно, выставить контрольные точки. И очень важно предложить людям правила игры. Например, дать рекомендации сотрудникам, как мы работаем на удаленке. Я бы дал как руководитель несколько рекомендаций. Первое. Очень важно работать удаленно, не в домашней одежде. Потому что у мозга есть якоря, и у меня есть ряд футболок, в которых я хожу дома, и когда я эту футболку на себя натягиваю, я расслабляюсь. Если я работаю дома на удаленке, я работаю в той одежде, в которой я работаю. Понятно, я не надеваю костюм, но я надеваю либо рубашку, либо тенниску, чтобы мой мозг понимал, что хозяин работает. Это первое. Второе. Ставить сотрудникам конкретные цели на каждый день. Конкретные цели на каждый день. И чтобы вечером каждый отписывался о том, что он сделал. При этом мне, правда, не важно, как руководителю он это сделал за час, за два или за три. В перерывах он бегал к холодильнику, или там играл с кошкой, или там занимался с ребенком. Мне главный результат. Это вторая вещь. Третья вещь, очень важная, на мой взгляд, проводить видеоконференции. У меня есть клиенты, которые это делают с утра, делают вечером, два раза в день. Утром собрались, коротко поговорили, договорились, начали работу. Я вижу, что все просто. Установочная. Конечно. Я их настроил на рабочий день. Как я в офисе провожу какой-то митинг, совещание, оперативку, пятиминутку, так же я это делаю удаленно. Без разницы. Вы бывали в отпусках когда-нибудь? Ну, бывал, да. Да, и удаленно иногда руководитель проводит какое-то совещание, некоторые руководители, а сотрудники находятся в офисе. Вот здесь то же самое, только все находятся дома. У меня вчера одни клиенты, я разговаривал, они сделали прикольную вещь, у них мощный якорь, они ежедневно, у них общий кофе-брейк. Они собираются, они там что-то... Офлайновый, да? Да-да-да, в офисе. У них очень прикольная кухня. И они со вчерашнего дня сделали онлайн кофе-брейк. Они все собираются у себя дома в определенное время. Каждый варит себе чай, кофе, заваривает блинчики, там, не знаю, круассаны, что-то еще. Они показывают, кто что ест, они обсуждают запрет на разговоры по поводу работы. То есть это время отдыха. И это тоже некий якорь, это некая объединяющая история. Вот поэтому вот какие-то такие вот подобные вещи я бы порекомендовал руководителю. Здорово. Здорово, спасибо. Класс. А я немножко продолжить, наверное, эту тему хотел бы. Если мы говорим про отдел продаж, который у нас работает на удаленке, удаленный отдел продаж, какие там могут быть, или если мы вообще говорим о формировании удаленного отдела продаж, какие там могут быть подводные камни? Чего стоит опасаться руководителю? Опять с точки зрения руководителя, если рассматривать этот вопрос. Я понял. Я думаю, что есть два больших блока, где могут быть подводные камни. Первый блок – это бизнес-процесс, которые были выстроены определенным образом, а дистанционно их необходимо выстроить другим образом. Ну, элементарным. Электронный документооборот, электронная подпись. То есть какие-то технические моменты. У вас с этим все окей, ваш продукт позволяет это сделать. Это первый блок, на который стоит обратить внимание. Переход с одного формата на другой, чтобы без потери производственных каких-то важных процессов. И второй вариант – это мотивация. Мотивация сотрудников. К сожалению, у нас многие руководители, и это на мой взгляд проблема нашего бизнеса, они управляют людьми в режиме чайки. То есть он прилетел, поклевал, и они работают. Мне часто бывают такие жалобы, «Михаил, что мне делать? Вот я пока в офисе, они продают. Меня нет, они не продают». Я говорю, проблема в одном – невыстроенная система контроля, управления и мотивации. Теперь дистанционно это все можно выстроить. Те же совещания, те же поддержки, те же мотивационные какие-то истории, тот же KPI. Все это можно… Я вообще не вижу в этом проблем. То есть если вы выстроили это оффлайн, вы можете это выстроить онлайн. То есть если у тебя система была, то система будет работать с инлаками. Если у тебя не было системы в офлайне, то вы в офлайне, то у тебя ничего не получится. Тогда беда, тогда беда, конечно. Конечно. То есть ты просто переводишь из одного формата в другой. Вот и все. Вот как-то так. Понял. Ну что, друзья, у нас, на мой взгляд, получилось отличное общение. Мы обсудили много тем, мы поговорили о мотивации персонала, мы поговорили о наших любимых клиентах, мы поговорили о том, что не стоит бояться дать слишком много клиенту. И очень важно договариваться, разговаривать и обсуждать любые ситуации, любые проблемы с нашими клиентами. И я, правда, искренне считаю, что клиентоориентированность – это то, куда стоит идти каждому предпринимателю в нашей стране. И сейчас ситуация, многие переходят с оффлайна на онлайн, в этом нет никаких проблем, есть инструменты, есть возможности, и любой из вас это может прекрасно сделать. Мне понравилось это общение, я ответил на те вопросы, которые были. Мне кажется, Георгий остался доволен нашей коммуникацией, и я надеюсь, те вопросы, которые были заданы, вам тоже будут полезны, они были у вас. Вы знаете, друзья, бизнесмен – это прежде всего герой, и неважно, в какой стране он живет. И очень важно понимать простую идею, что знание – приз для дураков. Сегодня в современном мире очень много контента, очень много полезной информации на Ютьюбе, но самое главное – это не получить информацию, а пойти и что-то с этим сделать. Я предлагаю вам, после того, как вы закончите просмотр этого сюжета, написать три вещи, которые вы начнете делать по-другому в своем бизнесе. Я желаю вам удачи, и я отдельно благодарю нашего героя Георгия. Спасибо огромное. Спасибо, Михаил. Спасибо, что пришли к нам в студию, пообщались. Спасибо вам огромное. Ну что, друзья, следующий выпуск во вторник. Увидимся. Всем хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Я безумно рад, что мы сегодня встретились с Михаилом, пообщались, провели вот этот 30-минутный интенсив. И помимо того эмоционального заряда, который я получил, а это, безусловно, очень важно, очень важно с точки зрения работы, с точки зрения развития бизнеса, я получил еще ряд ценных рекомендаций. И мне очень понравилась эта идея по поводу того, что надо больше общаться с клиентами. Нам всем надо больше общаться для того, чтобы не было меньше вот этих вот темных пятен. Это в наших отношениях, чтобы у нас не было проблем, чтобы наши отношения с клиентами строились максимально эффективно. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!